Как привести свой канал от практически ничего до всего в одной из самых старых и конкурентных ниш на ютюбе? Всё буквально зависит только от вас? Как делишки, друзья? Добро пожаловать на ВидАйКью. Это видео о том, как вас, зрителей, часто недооцениваем все мы, авторы. На самом деле, небольшие простые подсчёты показывают... 82,7% авторов никогда не приглашают свою аудиторию принять участие в их контенте. Но не сомневайтесь, это видео будет о другом, так как многие из вас уже приняли в нём участие, даже не подозревая об этом. Вернемся к этому чуть позже. Для начала хочу задать вам вопрос. Как часто вы читаете комментарии под вашими видео? Я по-прежнему читаю и отвечаю, насколько возможно, в течение первых пары часов после того, как опубликовал видео. Скорее всего, я занят этим прямо сейчас? Погружение в комментарии – это отличный и спробованный метод взаимодействия с вашим сообществом. А я, задавая вам этот самый вопрос в начале этого видео, классический пример того, как автор ставит зрителя в центр его внимания. Но как перейти на следующий уровень со своей аудиторией? От чувства знакомства с контентом к принадлежности к контенту. Как делишки, ребята? Нейт с канала Channel Makers с вами. Не ожидали? Ты же меня не представил, да? Ты про меня рассказал, Роб? Нет, наверное, стоит это сделать. Нейт тоже ютуб-учитель, такой же, как и я. И за один год он набрал почти 70 тысяч подписчиков и чуть не дотянул до трёх миллионов просмотров. Секрет его успеха в том, что он очень, ну, злой. Я собираюсь продолжать жарить это видео, пока моя мысль не дойдёт до вас. На кой чёрт мне сидеть и смотреть ещё 22 минуты одного и того же? Это тут же вызывает кринж. Нет! Нет! Прекрати! Это прошлый век какой-то. Это бесполезно, ты понятия не имеешь, о чём ты говоришь. Уф! Это жёстко, особенно когда не привязано к контексту. На самом же деле, Нейта попросили прожарить это видео его собственное сообщество. Есть большая вероятность, что вы, да, именно вы, кто сейчас смотрит это, делаете многие вещи, которые я сейчас прожарю. В течение года Нейт построил взаимовыгодные отношения с его аудиторией. Эти отношения так хорошо устроены между зрителями и автором, что выгода для обеих сторон равнозначна. Чтобы продемонстрировать, как он взрастил эти отношения, посмотрите первые 15 секунд стандартного видео Нейта. Как делишки, ребята, Нейт, с вами, давайте немного пообщаемся. Я делаю это видео, потому что забочусь о вас, и я хочу, чтобы ваш канал развивался. Так что я хочу, чтобы вы избежали множества ошибок, которые я продолжаю наблюдать. Особенно на маленьких каналах, да и на больших тоже. Это 7 элементов построения отношений в первые 15 секунд видео. Но кому есть какое дело? Наконец-то! Наконец-то ты показал мне камеру! Это обзор продукта, уже прошло 2,5 минуты с начала 22-минутного видео. Вся информация до этого абсолютно бесполезна. У продукта есть USB-вход. Вау! Если ты делишься информацией, которая настолько очевидна, люди уйдут. Кажется, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Это не сработает! Прожаривает ли Нейт ролики своих и зрителей? Или отвечает на длинные сердечные письма от своей аудитории? Главный секрет в том, что Нейт всегда ставит свою аудиторию во главу угла. И что еще более впечатляет в этой стратегии, что Нейт это делает с размахом? Нейт собирает данные, много данных, и использует их, чтобы учить свою аудиторию. Все это приводит нас обратно к взаимовыгодному симбиозу. И знаете что? Вы сейчас получите дозу данных Нейта. Я за вами немного подглядывал, и я тайно провел опрос на канале ВидоИКью. Вы думали, это был Роб, а на самом деле я. Вы спросите, какой это был пост, Нейт? Вот этот. Какой длины ваша стандартная заставка? С первого же взгляда можно увидеть кое-что очень интересное. Почти половина из вас сказали, я вообще не использую заставки в своих видео. А когда я полистал комментарии, здесь есть явное отражение этого ответа. В заставках теперь нет ничего хорошего на Ютубе, но или они уже уходят в прошлое. Забавно, что несколько месяцев назад я задал похожий вопрос сообществу Channel Makers. Какое начало видео вы предпочитаете на каналах, которые смотрите? И большинство ответов было без заставки. Вот этот ответ. Заставки типа сразу к делу. Так что это реально отражает примерно то же самое, что я вижу в результатах этого недавнего опроса. Кажется, онлайн-контент на Ютубе или где бы то ни было становится всё короче и переходит быстрее к сути из-за нашего времени. У нас так много дел, столько вещей, которыми можно заняться. Наше время кажется всё более ценным. И напрашивается вопрос, стоит ли мне вообще создавать заставки. Думаю, у меня есть. На это ответ. Но перед тем, как я перейду к нему, если вы этого ещё не сделали, я приглашаю вас поставить лайк этому видео, которое вы сейчас смотрите. Роб вложил в него много усилий. Роб, если ты меня слушаешь, хотя, конечно, ты меня слушаешь. Роб недавно добрался до миллиона подписчиков на Видайкью. Я считаю, это абсолютно заслуженно. Это заслуживает лайка. Но вернёмся к вопросу, нужны ли заставки. Один из лучших способов ответить на этот вопрос, это прочитать вот этот комментарий от Брикениак. Если вы имеете в виду анимацию или что-то вроде того, я таким не пользуюсь. Но если это что-то вроде Всем привет, что занимает примерно 15 секунд, мне нравится, что Брикениак упомянул это. Так как это реально проясняет, что есть типичные заставки, музыка, всплывающий экран, что бы то ни было, а есть крючок. И это две очень разные вещи. Поэтому хорошим вопросом здесь будет, нужны ли мне заставка или крючок. Я считаю, что крючок или какая-то соблазнительная причина для того, чтобы посмотреть ваше видео, выданное в первые 30 секунд, это всегда отличная идея. Главная наводка на ваш вопрос, стоит ли мне делать заставку, Нейт, была бы такая. Почему аудитория начала смотреть это видео? Зачем они здесь? Если, чтобы получить точный ответ из вашего видео, тогда либо вообще не делайте заставку, или сделайте её очень короткой, не больше двух секунд. На обратной стороне спектра, возможно, люди пришли провести время и позависать на вашем видео. Если так, то заставка, или крючок, или просто ваши вступительные слова «Привет, друзья, как дела?» могут быть гораздо длиннее. На самом деле, я вижу много каналов, у которых вся аудитория пришла, чтобы провести с ними время. Поэтому для них полторы минуты введения – это нормально. Так что, когда вы ищите ответ на вопрос для вашей аудитории «Крючок против заставки», что мне делать в первые 30 секунд видео? Ответ в том, зачем они там, и как я могу показать аудитории, что они пришли по адресу в первые же 30 секунд. Если вам это удастся, у вас будет крепкое начало для любого типа контента на ютюбе. Вы классные, кажется, слово снова тебе, Роб. Во-первых, вернитесь в начало видео, также к примеру, начало одного из роликов Нейта, и ответьте вот на какой вопрос. Это видео заставки или видео крючки? Во-вторых, Бриконек сейчас наверняка вне себя от восторга, так как его упомянули в одном из наших видео. И, наконец, сообщество VidaIQ в целом приложило руку к необходимым данным для Нейта, чтобы он смог поделиться очень важными вещами о заставках к видео. Именно так вы создаете аудиторию, которая продолжит возвращаться к вам. Нейт не создавал вирусного контента, он просто постоянно выстраивал свою аудиторию, постоянно делая акценты на ключевые ценности и ставя аудиторию во главу угла. А когда аудитория чувствует это, она возвращается. Поэтому ютюб продолжает показывать канал новым зрителям, и они тоже возвращаются. Если зритель, неважно, подписан он на вас или нет, возвращается на ваш канал, вы его зацепили. А когда они возвращаются, вам нужно подкармливать их, подпитывать их. Говорить с ними, они должны стать центром вашего канала. Вот что я узнал от Нейта и Channel Makers. Но и он также узнал кое-что от нас. Если хотите узнать что, зацените его канал вот здесь. Больше прожарок от Нейта? Да. Стой, зачем? Зачем? Как только вы получите это чувство, люди просто уйдут. Они уйдут.